Здравствуйте! В эфире программа «Знакомые лица». Сегодня у нас в гостях член Союзов писателей Российской Федерации, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный академик Анатолий Ильич Кибеч. Здравствуйте, Анатолий Ильич! Здравствуйте! Анатолий Ильич, вы знаете, я, когда готовилась к нашей программе, посмотрела очень много материалов. И вот на сайте знаменитые люди нашей деревни было написано, ваши земляки написали, наш неугомонный Анатолий Ильич. За что вас так земляки назвали неугомонным? Ну, неугомонный. Я же руководитель землячества уроженцев Канаша и Канарского района, и мы держим деснейшую связь с районом, с родной деревней. Наш край называется Кибечский край Канарского района, их несколько кибечей. Я родился в Челкумагах, тоже кибечий. Все дни рождения я сначала провожу именно там, на Малой Родине. Естественно, мы отсюда выезжаем с солидной делегацией, ну, артистов с собой берем. И большой праздник получается на стадионе, на школьном стадионе. И в прошлом году летом тоже так. Значит, у меня юбилейный концерт был. Было хорошо. Вот поэтому, наверное. Ну, родную школу не забываем. Это наша святая обязанность. Школа – это колыбель. Не было бы школы. Я хочу сказать, что у меня хорошие учителя, видимо, были. И вот, судя по тому, как выпускники нашей школы себя проявляют в обществе, у нас школа, она неплохая была. Она в свое время называлась Челкумагинская семилетняя. А потом среднюю школу я уже учебу завершил в Малых Кибечах. Анатолий Ильич, ваша настоящая фамилия, та, с которой вы родились, Ефимов. А это Ефимов – это дед у меня Ефимов. А в деревнях так вот фамилия вот по деду. А почему решили поменять? Ну, это связано с литературным творчеством. То есть Ефимовых много? А Кибеч один? Были Ефимовы – это раз. Потом все же я глубже стал интересоваться историей своего родного края. Выяснилось, что Кибечей много в Российской Федерации, 11 населенных пунктов. А что означает Кибеч? Это человек-торговец, вот такой, Кибечем называли. Видимо, это имя человека. Анатолий Ильич, а как вы считаете, от кого у вас талант? По чьей линии он вам передался? По линии отца или мамы? Я не могу сказать, что у меня талант есть. Хорошо, творческие способности. Ну, видимо, так с пустого места ничего не возникает. Иногда говорят, хотят сказать, вот какой-то дар Божий, или помогает сочинять какая-то сила. Это все слова только. Это неправда. Все происходит в сознании человека. Творческая лаборатория человека искусства, она в голове, в сознании, в его мировоззрении там заложена. Ну вот, предки у меня и по линии отца, и по линии матери были людьми такого художественного направления, можем сказать. Вот. Отец, говорят, был хорошим гармонистом. Его брат младший, дядя Кирилл, на скрип играл. Дед мой, значит, Ефим Трифонович, он участник русско-японской войны, дослужился то звание ефрейтера тогда еще. Вот. Он на гуслях играл. Анатолий Ильич, а вы на чем играете? Я же учился специально. Там уж заставляют играть и на баяне, и на фортепиано. Вы поете великолепно? Ну, петь, конечно, это несложное дело, конечно. Ну, я бы не сказала, спеть арию, наверное, это все-таки не каждый сможет. Ну, это я непрофессиональный певец. Это все остатки молодости, остатки прошлого только это. Вот. По линии матери у меня тоже такие же люди. У нас в роду есть и поэтесса, и художник был, он ушел. То есть вот такого плана. То есть все у вас люди творческие в роде? Ну, вот. А все произошло случайно. Случайно. Дело в том, что я в молодости учился в лесотехническом техникуме. И ничто не предовещало. Я свою трудовую деятельность начал как техник-технолог по лесоразработке. Я работал в леспромхозе Свердловской области, в Санкинском леспромхозе, десятником на лесоучастке. Как говорится, выполнял государственный план по заготовке леса. А потом я как-то задумался было поступить в лесную академию в Ленинград. Ну, вот так вот. Душа меня всегда тянула к искусству, к музыке, к песне. Вот получилось так. Технологии не привлекали. Все уже. Потом резкий поворот. Конечно, стал я учиться музыке поздно. Ведь в наше время музыкальных школ не было. Вот. Сначала я учился на музыкальном отделении Канадского педагогического училища. Пришлось все перестроить, всю свою физиологию, как говорится. Руки у меня были очень накачанными. Я был хорошим спортсменом. В Владивостоке боксом занимался. Вот. Был чемпионом по легкоатлетическому пятиборью города Канаша. Метал, кидал, бросал. Ну, вот, как начал заниматься на баяне, на фортепиано, мне было очень-очень тяжело. Анатолий Ильич, а вы знаете, я вот прочитала один материал. Вот вы заговорили о вашем спортивном, да, прошлом небольшом. О том, что был такой курьез в вашей жизни, что вы один раз бежали кросс и потеряли одну кеду. И добежали босиком до финиша. Ну, это... Это байка или правда? Это советская чуваша, это было. То есть это было, это не байка. Это было, это было где-то в 60-м году прошлого века. Я бежал за команду Канаша. Вот. Туда бежали на площади Ленина, вокруг там, не на стадионе. Туда ведь пикировка была бедная. У меня, значит, не тапочки в полном смысле. Кеды называются, полукеды. Полукеды. И вот мчусь, бегу, у меня вылетело с одной ноги. И я добежал до финиша. Анатолий Ильич, знаете, очень часто говорят, что значение писателя не определяется количеством опубликованных книг. А вот чем определяется значение писателя? Как вы считаете? Это определяется этим не количеством. Количество можно много написать. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что хорошие идеи, хорошие мысли приходят они довольно редко. Вот, если хочешь что-то оригинальное сказать, вот, надо стараться говорить о том, о чем еще до тебя не говорили. Надо такие темы взять, чтобы это было что-то новым, новым словом. Вот. И это будет очень воспринято хорошо и читателями, и даже в песенном творчестве. Вот сейчас так много пишут песен, каких только нет, но новшества нету, нового слова нет. Как в смысле музыкального материала, так и поэтического образа нету. Вот. А бывают вот такие, вот, я это, например, о своей песне одной могу сказать, называется «Эмарса Кисарлага». До этой песни у нас песен философского направления, можно сказать, почти не было. Почти не было. Вот как размышления о жизни. А нужны такие песни, Анатолий Ильич? Нужны. Нужны. А для чего они нужны? Потому что люди соскучились по такой песне. А то вот было вот очень легковесное, ну, как бы, мы очень хорошо живем. Мы же так строили свою идеологию. Мы самые умные, мы самые красивые, мы самые читающие, мы самые-самые, мы самые, вот, хорошо живем. Песни строить и жить помогают. Да, да, да. А на самом деле нужны были песни, которые заставляют задуматься о смысле жизни. Вот. И вот такая песня появилась. Вот мы с Юрием Григорьевым написали такую песню. Она и сейчас популярна, она стала народной. Вот. Не количеством, а вот и качеством. Надо. А у нас есть писатели, которые много пишут. Но вот когда в библиотеки заходишь, особенно в районных библиотеках, в сельской библиотеке, они стоят редком, так это прямо, но там отпечатков пальцев читателей не заметно. Не наблюдается, понятно. И библиотекарь называет это «Мёртвый фонд». Мёртвый фонд. Но есть книги, ну, совершенно другие, вот. Ну, я уж о своих книгах не буду говорить, потому что я одно знаю, что у меня книги не залёживаются ни в магазине, нигде. Вот. Мне показали даже один раз такую книгу, что уже обложку там... Что за книга, Анатолий Ильич? Как называется? Ну, это... Ничего так. Ну, это я не считаю, что большое достижение. Ну, а самой главной книгой тогда своей, какой вы считаете? Главную, видимо, я, видимо, ещё не написал. Анатолий Ильич, вы очень долго преподавали в различных вузах нашей республики. И на ваших лекциях всегда, в общем, был аншлаг. Очень редко пропускали ваши лекции. Бывали. Бывали случаи. Ну, случаи бывают, но это единицы. В основном, как бы, народ ходил, и говорят, было очень интересно. Нет, нет, такое интересное. Потому что я ещё лет 30-35 тому назад вёл ещё такую традицию. Каждый студент, прежде чем прийти на зачёт, должен был составить свою родословную. Оха! Вот. Наверное, не многим удавалось. Это всё как-то, ой, зачем? А как, ну, там, немножко объясняешь, как это, потом втягивается, потом очень интересно им становится. Вот это я внедрил, ещё будучи на кафтере философии, университет имени Ульянова ещё. Вот. И тогда это было. А потом мои ученики, потом, потом в университете, потом мои ученики уже в школах начали работать. Потом это всё пошло. Я не хочу сказать, что я дал толчок, но в это движение мой вклад, видимо, был. А потому что интересно было им. Вот я никогда не забуду, одна студентка из АллатРа, вот, пришла на защиту, значит, говорит, Анатолий Ильич, я, оказывается, княгиня. Вот, видишь? Мелочи приятные. Ей очень приятно. Конечно. Она там начала, оказывается, из такого рода. Потом у нас же в республике есть и стекабристов тоже, вот такие. А потом был очень интересный случай. Учились на одном факультете, на одном курсе и не знали, что они родственники. Анатолий Ильич, вы преподавали такой замечательный предмет – эстетика. Да. Сейчас мало, наверное, в каких вузах он остался. Сейчас нет такого курса. Это было счастливое время для студентов. А что это было за предмет эстетика? Это все такая философская наука о прекрасном, об эстетических явлениях, об искусстве. Ну, в общем… То есть своего рода как искусствоведение? Это, ну, предельно кратко, это наука о прекрасном. Ну, под этим понимается одно понятие. Там и прекрасное в природе, в человеке, в поведении, в искусстве. Потом прекрасное и безобразное тоже анализируется. Возвышенное – низменное. Трагическое в жизни, комическое. И как они отражаются в искусстве, как они проявляются в жизни, как к ним относится человек. Ну, например, вот я немало поработал в смысле исследования чувашской народной эстетики. Вот. Очень много слов, понятий, выражающих красоту. Я нашел их более сорока слов. Вот. Это было интересно. Когда рассказываешь студентам, они охотно это слушают. И на зачете, независим он русский или нерусский, они, вот я говорю, сколько-нибудь, так хоть бы и знай, вот они охотно соревнуясь называют эти слова на чувашском языке. Им самим это интересно. Анатолий Ильич, вы знаете несколько иностранных языков. Тем не менее, вы всегда говорите о том, что родной язык нужно изучать всю жизнь. Правильно. А почему? Правильно. Я так считаю, что иностранному языку можно научиться. Ну, вот я чувствую, или у меня так слух такой, я схватываю неплохо иностранно. Ну, итальянский язык, наверное, мало кто знает. Ну, по-итальянски я в свое время немножко даже мог говорить. Вот. По-немецки, на немецком я кандидатский экзамен сдавал. Вот. А вот родной язык надо изучать всю жизнь. Вот. Потому что родной язык, он чем глубше вторгайся, тем интереснее. А вот сегодня много знатоков чувашского языка. Чувашский язык, он мне так это дорог. Я иногда вот так призываю молодых начинающих, вот давайте немножко углубитесь в язык. А вот чувашский язык – это древний язык, богатый язык. И мне иногда кажется, что как-то в этом языке отражение получило детство человечества. Детство человечества. То есть можно углубиться так, что вот и в природных явлениях, в человеческих отношениях, это даже такой простой факт. Вот. На русском языке и со стороны бабушки, и со стороны отца, и со стороны матери, бабушка и дедушка, так ведь? А на чувашском языке это совершенно по-другому. А на чувашском языке как? Со стороны матери – кук амай, коренная мама, кук ази, коренной отец. А со стороны отца – азате, азане. То есть, видимо, это старшая мать, старший отец. То есть все то, вот если схему родословия вот так расставить, для каждого этапа очень богато и красиво. Это все говорит о том, что семейные отношения древние. Древние. Вот в смысле, это стадия происхождения семьи здесь просматривается. Вот поэтому это вот. – Антолий Ильич, а вас никогда не коробит, когда вы слышите, например, чувашскую речь, в которую вклиниваются русские слова, слова из иностранных языков, и получается такая вот солянка? – Ну, это трудно с этим бороться. Очень трудно. – Раздражает это для вас? Меня даже больше даже удивляет, как стало, как становится вот с русским языком. Это язык большего количества людей, так ведь? Это государственный язык Российской Федерации, так ведь? Но вот русский язык теперь очень сильно страдает, страдает. Вот этой красоты, сочности русского языка уже становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше. Вот. Язык современного человека, он несколько казенный, деловой, информационный. Образные речи как в чувашском языке, так и на русском языке, этой образности становится все меньше и меньше. Вот когда послушаешь разговор бабушек, дедушек в сельской местности, прислушиваешься, вот как они красиво, как образно они выражают. Там и намеки, там и иронические моменты, намеком сказанные. Всего этого сейчас нет, потому что наши отношения слишком стали деловыми. – Ну, или не время, наверное, здесь ничего не изменишь. – Время – деньги. – Время – деньги. Вот все торопимся. Поэтому, конечно, наши и в русский язык, и в чувашский вторгаются слова, конечно, иностранного происхождения. – Вы знаете, вот от одной вашей землячки я услышала следующее. Она сказала, что Анатолий Ильич замечательно знает чувашский язык, замечательно знает чувашскую культуру, но он никогда не был националистом, он интернационалист. – Ну… – Как вам вот такое сравнение? – Нет, это немножко не совсем так, не совсем так. Националистом надо быть. – Ну, наверное, в хорошем смысле. – В хорошем смысле. – Я считаю, я именно в группе тех, которые за республику, за национальную культуру, за родной язык. Но по сравнению с другими, кто много кричит о родном языке, о родной культуре, у меня подход другой. Я из другой категории людей. Я считаю, что основным фундаментом жизни, основой жизни является экономика, производство, деловая жизнь. Если не будет хорошей экономической базы, материальной базы, если не будет налажено производство, если не будет в республике, скажем, такая устойчивая экономика, хоть ты в течение 24 часов пой, танцуй, ничего не изменится в жизни. Это надо всегда иметь в виду. Поэтому надо вопросы, связанные с национальной культурой, с литературой, с искусством, их надо рассматривать в тесной связи с экономикой, с производством. Потом, с другой стороны, я, видимо, от них отличаюсь еще тем, я все время думаю, что дела в республике, они теснейшим образом связаны с Москвой, с Россией в целом. Поэтому я больше озабочен проблемами общероссийскими. Меня очень волнует, куда идет Россия, куда мы направляемся, куда мы двигаемся, что происходит на общероссийском уровне, какое место занимает Россия в таком мировом сообществе. Вот эти вопросы меня очень волнуют. И всякие промахи наших государственных мужей меня очень сильно раздражают, потому что смотрю, что все же, как бы ни было, мне так хочется, чтобы вот эта экономика, производство, высокопроизводительный труд, это нашим достоянием было. Нам нужна Россия, работающая Россия, трудящаяся Россия нам нужна. А вот сейчас, например, в городском собрании депутатов, в Госсовете Чуварской республики, если посмотреть на состав, то в основном это предприниматели, руководители предприятий. Творческой интеллигенции, как таковой, практически нет. Ну, может быть, доучителей, наверное, тоже нет, и врачей практически нет. Вот с вашей точки зрения, это правильно или нет? Это диспропорция. Это диспропорция, конечно. Это вот какой-то диссонанс, будем считать. Вот, когда однообразные люди, вот одного направления, одного вкуса люди собираются. Одного мирового времени, да? И это уже не совсем. Да, вот в мое время я был депутатом городского совета с 90-го по 94-й год. Это первые альтернативные выборы я выиграл. Я был представителем комиссии по культуре и образованию. Вот, у нас была депутатская группа «Самана». Мы были, там были учителя, были, педагоги были, писатели были, врачи были, вот это, политические деятели были. Ну, и доловые ребята были. Это было довольно интересно, обсуждения интересно проходили. Вот, но сейчас это, видите ли, выборы, это сейчас очень, ну, процедура трудная. Там и материальные затраты нужно иметь. Но вот конкурировать с ними, конечно, учителя, писатели, с этими деловыми ребятами, они не могут конкурировать. Анатолий Ильич, а вас часто привлекают к выборам? Ну, я, скажем так, тяжелой артиллерии. Да, конечно. И от них выборы, даже вот, ну, не менее двух-трех, я, значит, доверенное лицо, они хотят мое мнение, чтобы я выступил. Они перед выборами вспоминают про меня. Анатолий Ильич, но вы ведь, наверное, не за каждого пойдете агитировать. Ну, это да, да. Вы здесь очень подходите выборочно. Да, достойные. Я даю слово в поддержку тех, кого считаю, что они могут быть хорошими депутатами. Я знаю, что вы заядлый театрал. Когда вы учились в Москве, вы обошли все московские театры. Не все. Ну, практически все. Ну, я сделал список. Я был... Я смотрел спектакли десяти театров Москвы. Ну, замечательно. Я думаю, что не все могут похвастаться. Я полюбил, полюбил. Анатолий Ильич, а вообще вот сегодня много постановок в наших театрах, которые заслуживают внимания? Или все, что уже было, уже было? Ну, обижаются на меня, конечно. Ну, вот, как сказать? Ну, по легкому пути в основном идут режиссеры наши. Слишком они идут за зрителем. То есть как на эстраде, да? Они хотя бы на полшага впереди шли бы. Немножко вот предложили бы зрителю. А они идут за зрителем. Вот зрителю нравится вот такой вот. Слишком уж такой бытовизм доминирует. Быт вот этот. Вот этот. Женится, расходится. Там, теща. Все-таки хочется, наверное, прийти в театр и посмотреть что-то другое, отдохнуть душой. Для людей моей категории бывает мало. Даже вот в нашем академическом главном театре тоже вот иногда я хожу, смотрю, ну, вот ищу вот людей, ну, кто, может быть, из врачей там известных, или ученых известных, или, да и писателей, журналистов. Ну, видимо, не всегда удовлетворяет. Народ-то есть, конечно, но они в основном те, которые в своем эстетическом развитии, у них потребности не столь высокие, конечно. Им это нравится. Для них они играют. Но ведь есть же и другая категория. Чебоксары – это же большой культурный центр. Столько вузов, столько ученых, столько преподавателей, доцентура, профессура. Вот что-то такое вот для них бы вот, но, к сожалению, пока не получается. Анатолий Ильич, и в завершении нашей программы, ну, не могу я вас отпустить без ваших стихов. Вот есть величальная песня о Чебоксарах, которую мы написали много лет тому назад с композитором Геннадий Сергеевичем Максимовым. Шубашкаром называли предки ласково тебя. Твою славу умножали, клятву верности храня. Как светлые вы Чебоксары, город дивный и родной, Ты ласкаешь наши взоры чудотворной красотой. Словно лебедь белокрылый, Волгу нежно ты обнял. Вечно юный, город стольный, Ты еще прекрасней стал. Как добры вы Чебоксары, Город дивный и родной, Ты ласкаешь наши взоры чудотворной красотой. С гордым именем улыпа Нам с тобой идти вперед. Смелым мыслям даль открыто Сердцу хочется в полет. Величавы Чебоксары, Город славный и родной, Ты ласкаешь наши взоры чудотворной красотой. Шубашкар, Шубашкар. Замечательное стихотворение, Анатолий Ильич. Спасибо вам за эту встречу. Я надеюсь, что эта встреча у нас не последняя, что вы еще раз придете к нам в студию, почитаете свои стихи, и мы поговорим с вами на извечные философские темы. А вам я желаю крепкого здоровья и исполнения всех творческих планов. Спасибо, спасибо. Ну, а мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях был заслуженный работник культуры Чуварской республики Анатолий Ильич Кибеч. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова